МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Натальи Бабушкина. Главное в этом выпуске. В поселке Белый Яр построят православный храм. Владыка Дмитрий осветил закладной камень. В Сургуте отметили День пограничника. Праздник прошел без особых происшествий. В драматическом театре чествовали спортивную элиту Сургута. Сегодня около 11 часов утра из окна 9 этажа дома на улице энергетиков 7-1 выбросился молодой человек. По предварительным данным, юноша 1991 года рождения являлся студентом 2-го курса Сургутского государственного университета. В его куртке был обнаружен паспорт с ленторской пропиской. При падении он сильно ударился лицом, поэтому личность до конца не установлена. Дело ведет Следственный комитет прокуратуры Сургута. В поселке Белый Яр построят новый храм. Закладной камень под него осветил архиепископ Тобольский Тюменский Дмитрий. Он посетил Сургут в рамках празднования Пасхи Христовой, Дней памяти святителя Николая Чудотворца и Дней святых Кирилла и Мефодия. В течение двух дней Владыка встретился с преподавателями и студентами Сургута, благословил поднятие купола на храм-часовню в честь Серафима Саровского и провел несколько божественных литургий в храмах города. Православный мир продолжает отмечать дни Святой Пасхи. Визит Владыки в Сургут начался со службы в храме святого Николая Чудотворца. Мы всегда, посещая, смотрим, как развивается церковная жизнь, приходская жизнь, духовное образование, программы воспитания и встречаясь с руководством города, с руководителями ведущих предприятий. Мы обсуждаем эти вопросы, ищем какие-то взаимные программы, чтобы в городе как-то развивалась духовная жизнь. Владыка посетил и концерт духовных песнопений в Сургутском государственном университете. В своей краткой речи перед выступлением семинаристов он подчеркнул, что самые выдающиеся ученые планеты не видели противоречия между наукой и религией. Владыка обратился с просьбой к студентам и преподавателям вуза сохранить эту традицию. Завершился первый день визита освящением закладного камня и креста под строительство будущего храма в поселке Белый Яр. На следующий день архиепископ Тобольский и Тюменский Дмитрий осветил купол и благословил его поднятие на храм-часовню, которую строят в честь преподобного Серафима Саровского, чудотворца, на территории будущего храмового комплекса «Умиление Пресвятой Богородицы». Трудно переоценить значение этого события для прихожан, на средства которых и строится часовня. В православии купол является символом небес. Он украшается образами небесного царства, Бога и ангелы. На храм-часовню в честь Серафима Саровского водрузили купол, изготовленный из нитро-титана, современного легкого материала, который не поддается коррозии. В настоящее время этим сплавом покрывают практически все купола вновь построенных храмов. Построен храм-часовня на средства прихода. Приход большой? Приход 80 человек. Павел Желтов, Галина Кокоткина, Денис Зонов, Игорь Батищев, Сургут Интерновости. Около 8 тысяч югорчан поступят на бюджетные места в средние и высшие учебные заведения Югры в этом году. Объемы приема на бесплатное обучение утвердили на заседании окружного правительства. Документ подготовлен на основании заявок учебных заведений региона, работодателей и служб занятости. В нем учтены потребности в квалифицированных специалистах по различным отраслям. В этом году уменьшено количество мест на гуманитарных и экономических факультетах. Увеличен объем приема на образовательные и медицинские направления, а также на строительные факультеты и на специальности, связанные с электроэнергетикой. Сегодня сургутские 11-классники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Так как эта учебная дисциплина является обязательной, тестирование проходят абсолютно все выпускники, которых в городе более полутора тысяч. В лице номер 3 экзамен сдавали около 270 выпускников из 9 общеобразовательных учреждений. После того, как учащиеся получают пакеты с заданиями, они имеют всего 3 часа на то, чтобы продемонстрировать свои знания в области русского языка. Сегодня под ЕГЭ были задействованы все 6 пунктов проведения экзаменов. Срывов не было, отсутствует один по уважительной причине, так как человек болеет. Сегодня народу побольше, так как это обязательный экзамен. Людей, наверное, которые не волнуются, не существует, поэтому какое-то волнение есть, хотя есть улыбки, радость, в общем-то. Ну, ведут себя довольно-таки весело, убитых горем нет. Весенняя призывная кампания продолжается. Служить уже отправились более 200 молодых сургутян. К 15 июля число призывников достигнет 600 человек. Наталья Подлесная провожала новобранцев. Пускай далеко твой верный друг, Любовь на свете сильнее разум. В этот раз обычная процедура контрольной явки превратилась в настоящее представление. Проводить в армию будущих защитников Отечества пришли актеры сургутского драматического театра. Они исполнили солдатскую песню «Не плачь, девчонка» и подарили каждому призывнику билет на театральную постановку с символичным названием «Я свободен». Но пойти на спектакль молодые люди смогут только после дембеля. Такая моральная поддержка придала уверенности новобранцам. Военкомат старается искать новые формы общения с призывниками. Потому что прекрасно понимаем, что вот этот момент перехода из одного качественного состояния в другое, переход из гражданской жизни в военную, жизнь для молодого человека в любом случае является определенным стрессом. Конечно, стараемся как-то эту ситуацию более-менее сгладить. С концертом не ожидал, конечно, но как бы оно все равно взбодрило, подняло дух, как-то все равно уже, ну, разрядило обстановку. Буквально на днях Юрий Сарапулов защитил диплом Сургутского государственного педагогического университета. Теперь он призывник. По предварительным данным Юрий будет служить в морской пехоте во Владивостоке. Сам именно хочу в морской пехоте. Как бы просто интерес больше, то есть, что там впереди, как-то это все, ну, завеса тайна такая, что вот охота просто узнать. Контрольные явки в городском военкомате не раз проходили в торжественной обстановке. Артистов же Сургутского театра пригласили впервые. Я думаю, что вот мы такой вот пробный шар запустили в этом призыве. И, скажу вам честно, выстрелило. И, естественно, мы такие формы будем продолжать. Наталья Подлесная, Евгений Истратов, Игорь Батищев. Сургут. Интерновости. Россия отметила День пограничных войск. В Сургуте те, кто охранял границы нашей Родины, по традиции собрались в свой праздник на Аллее Славы. Есть такая профессия – Родину защищать. Фраза из фильма «Офицеры» как нельзя лучше отражает назначение пограничных войск. Ежегодно те, кто служил на границах России, собираются 28 мая. В Сургуте празднования начались у Вечного огня. Мы проходили службу в наиболее элитных подразделениях пограничных войск Советской армии и затем Российской армии. Я поздравляю вас с этим Днем воинской славы России. Желаю всем счастья, здоровья. Самое главное – праздника, мужики! Алексей Федулов служил в Забайкале, охранял границу России в 70-х годах. Здесь, у Вечного огня, он организовал небольшую выставку, на которой представил часть своей коллекции пограничных знаков. Отслужил три года, вернулся домой. И вот с этого дня, с 70-го года, я собираю пограничные знаки. Тоже 41 год. В коллекции у меня порядка двух тысяч знаков. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню. Затем колонна пограничников направилась к памятнику воинам-интернационалистам. Гуляния в городе продолжались в парках нефтяников, энергетиков и в речном порту до позднего вечера. Этот праздник, как и для всех, кто служил на границе, это, конечно, значимое такое событие. Это в первую очередь дань памяти тем, кто не вернулся с границы, тем, кто вернулся с границы. Всем ребятам, которые служили когда-то, которые здесь собрались. Это святой праздник наш. Это же граница. На рубежах мы первые. Да, везде мы первые. Граница на рубеже! Ура! Надежда Кряжева, Вячеслав Шаркунов, Сургут. Интерновости. По данным пресс-службы УВД Сургута, праздник в честь пограничников прошел без значительного увеличения нарушения общественного порядка и преступлений. За распитие спиртного в общественных местах оштрафовано более 20 человек. В состоянии алкогольного опьянения 14. Однако увеличилось количество тех, кто обратился в ночь субботы на воскресенье в травматологию. Таких было 108 человек. На живые ранения в Сургуте одно из самых распространенных преступлений. В прошлом году таких случаев было 150. С начала этого года в травматологический центр поступило полсотни человек с колото-резанными ранами. Двое нетрезвых мужчин выясняли отношения в остановочном комплексе на улице Лермонтово. Возникшая ссора переросла в драку. Зашел мужчина, задрал майку, показал, что он раненый. Вышел, лег на нас на остановке на лавочке. Преступник с места происшествия скрылся, но далеко уйти не успел. Сотрудники полиции задержали его на бульваре писателей. 53-летний мужчина свою вину отрицать не стал. Орудие преступления, кухонный нож, был при нем. Мразь, который девушечка, я его побил. Просто напросто ищал. Который хотел у меня деньги взять. Вот. И все. Тварь конченая. Их надо убивать таких. Вызвал скорую помощь свидетель преступления Юрий Ярочкин. Он утверждает, что мужчину спровоцировал пострадавший. Он его спровоцировал сам. Вот этот вот. Которого ранили. Вот. Он его упорнел. Он его дергал, таскал там по остановке. Вот. Истинные мотивы преступления предстоит выяснить следствием. Пострадавший с ранением в область сердца находится на лечении в Сургутском травматологическом центре. Его жизнь вне опасности. Рамиль Муриев, Вячеслав Шаркунов, Сургут.Интерновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Обсудить перспективы всестороннего партнерства и договориться о сотрудничестве. Сургут с рабочим визитом посетил генеральный консул Украины в Тюмени Михаил Калядин. В насыщенной программе почетного гостя на первом месте стояло посещение сургутского мясокомбината, где консул встретился с генеральным директором предприятия Александром Лозинским. Михаил Калядин ознакомился с деятельностью комбината и продегустировал местную продукцию. Но основной целью визита стали переговоры о совместной деятельности. Мы с ним поговорили вопросы контакта с украинскими предприятиями такого же профиля. Обмен, возможно, товарами с обеих сторон, сырьем, технологиями и так далее. Вот это цель моего посещения вашего очень хорошего современного предприятия сургутского мясокомбината. Волна этно-рока и настоящего музыкального драйва пронеслась над Сургутом на минувшей неделе. Группа Вопли Ведоплясова посетила город в рамках Дней славянской письменности. Инициатором гастроли выступила украинская родына, которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Группу Вопли Ведоплясова некоторые сейчас называют легендой рок-музыки. В период перемен и потрясений для советского общества было необычно, что мотивы украинской культуры и панк-рока так органично сочетаются. В студии Северо-Авторадио лидер группы Вопли Ведоплясова Олег Скрипко рассказал слушателям частоты 103.3 FM, с чего все начиналось. Гости встречали по традиции хлебом и солью. Полноценно я познакомлюсь с городом, когда мы сегодня вечером будем играть концерт. Ну и посмотрим, какие они нефтяники насчет танцев и песен. Каждый дозвонившийся в студию Северо-Авторадио смог принять участие в розыгрыше билетов на концерт группы. Отребовалось ни много ни мало рассказать анекдот про национальный украинский продукт. Три автора лучших историй про сало в тот день получили контрамарки на концерт в развлекательный клуб «Вавилон». Вечером горожан там ожидало настоящее шоу. Сегодня вопли Ведоплясова многое успешно концертируют на территории Украины, России, ближнего и дальнего зарубежья. Этот год начался для музыкантов с мирового турне. По словам организаторов, национальная автономия «Украинская родына» – это не первое шоу подобного масштаба. Ранее в Сургуте уже были с гастролями участники группы «Океан Эльзы». В этот год мы тоже подумали, что надо пригласить кого-то, кто бы взбудоражил умы и сердца сургутян. И мы думаем, что как раз эта группа вопли Ведоплясова способна на такое. Первыми на сцену вышли участники танцевального коллектива «Чобот из Бугая». Вскоре эстафетную палочку получают вопли Ведоплясова. Воспоминания о молодости. Я думаю, будет весело. Праздник ожидает выступление, хорошего настроения. Пять минут и вопли зажгли зал. Любимые хиты и новые композиции, заряд позитивной энергии и незабываемый национальный колорит. Мы тур начали по России, проехались по многим городам, округи Российской Федерации, такие как Удмуртия, мы в Татарстане были. Оказывается, там очень много поклонников, люди, которые собирают диски, знают песни, поют. Там толпа стоит, поют песни, там старые песни помнят, новые знают. Елизавета Саенко, Антон Миченко, Игорь Батищев, Сургут, Интерновости. 1 июня – Международный день защиты детей. В городском парке культуры и отдыха стартует акция «Подари детям радость». Приобретая билет для себя, посетитель парка может купить еще один, который отдадут детям из малоимущих семей. Городской парк культуры и отдыха готовится к серьезному празднику. Для детишек организовываем большой праздник, куда приходят все маленькие горожане наши. Это будет праздник проводиться с 10 утра и до 17 вечера. В программе праздника – концерт с участием творческих коллективов различные конкурсы, эстафеты. Будут работать шесть игровых площадок. Впереди лето, отдых, каникулы. Что может быть лучше, чем подарить ребенку праздник – поход в парк на аттракционы. Тем более, что здесь ручаются за безопасность каруселей. После зимнего хранения у нас проводится расконсервация аттракционов. Проводится испытание без нагрузки, с нагрузкой. Потом к нам приезжает специализированная организация. В этом году у нас была ЦИС безопасности Санкт-Петербурга. На данный момент мы уже прошли проверку в гостехнадзоре, и наши аттракционы допущены к эксплуатации. На протяжении 14 лет городской парк остается излюбленным местом отдыха сургутян. Горожане с нетерпением ждут мероприятий, посвященных Дню защиты детей. У нас традиция, мы всегда с детьми ходим 1 июня в парк. Я планирую пойти в парк, и я хочу, чтобы было много эмоций, много развлечений для детей. Самое главное – ждем погоды, вкусной еды, чтобы все аттракционы работали. Для самых маленьких горожан городской парк культуры и отдыха приготовил два новых детских аттракциона – «Сказочный поезд» и «Каноэ». Парк заботится о своих посетителях. С 1 июня начнут работать две электронные кассы. Благодаря им очереди за билетами на аттракционы значительно сократятся. Сотрудники парка обещают превратить праздник для маленьких посетителей в театрализованное представление. А 4 июня здесь откроется ретро-площадка. Юлия Дорошенко, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала в розыгрыше Мировой лиги 2011. В Уфе наша национальная команда дважды переиграла японцев. В первый день подопечным Владимир Олег на достаточно оказалось трех партий. Денис Бирюков, еще в прошлом сезоне, игравший за сургутский клуб «Газпром Югра», появился на площадке в третьей партии и сыграл довольно успешно. В его активе пять очков. Начало второго матча осталось за японцами 25-22. Переломным моментом стала замена поплывшего на приеме капитана россиян Тараса Хтея на Бирюкова. Денис очень удачно вошел в игру. Этот факт отмечают все российские СМИ, которые освещают волейбол. Экс-доигровщик «Газпрома» набрал в итоге 14 очков, из них 5 на блоке. Если во втором сете соперник еще оказывал какое-то сопротивление, то в последующих двух партиях преимущество россиян было подавляющим. Теперь россиянам предстоят игры с германской сборной. Они пройдут в Калининграде 3-4 июня. Наша команда уже готовится во дворце спорта «Янтарный». Ежедневные двухразовые тренировки. Настроены только победа. По-другому нельзя настраивать. Сургут гордится своими лучшими спортсменами. В Сургутском драматическом театре прошел торжественный вечер «Спортивная элита-2010». Я посчитал 1117 золотых медалей. В этом году золотых медалей только завоевали наши спортсмены. Участвовали в составе сборных команд города, в составе сборной команды округа на соревнованиях различного ранга. На сцене чествовали лучших из лучших, самых прославленных сургутских спортсменов. Мастер спорта международного класса по плаванию Анна Киселева. Двукратный паралимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и Европы Алексей Ашапатов. Бронзовый призер чемпионата Европы по бильярду Наталья Корнева. Всего отметили более 50 человек. Александр Алиев вошел в число пяти лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта. В 2010 году он стал победителем чемпионата мира в Португалии. Впервые в спортивную элиту города он вошел еще будучи школьником в 2005. Дает импульсы другие и люди начинают о тебе говорить. И ты понимаешь, что ты результаты делаешь как бы и для себя, для своего клуба и также для города. Город начинает тебя узнавать, это вдвойне приятно. Отметили и телерадиокомпанию «Сургут Интерновости» в номинации «Лучшее электронное средство массовой информации в области спорта». Номинация «Лучший спортивный журналист». Репортажи с основных спортивных мероприятий «Сургута». Постоянная рубрика «Обзор спорта» в итоговой программе «Телевизионный обзор новостей». Корреспонденты «Сургут Интерновости» пристально следят за спортивной жизнью города. В прошлом году спортивная редакция запустила проект «Зарядка чемпиона». В спорте на достигнутом никто не останавливается никогда, поэтому наша цель вперед-вперед, выше, быстрее, сильнее. А у нас красивее, интереснее и смотрибельнее. Дмитрий Подлесной, Евгений Истратов, «Сургут Интерновости». На этом все, до свидания. «Верный курс» в 107,9 FM. Скидки до 50% на все видеофильмы. Сеть видеосалонов «Бегемон». Пришла весна. Пора на дачу. Земля заждалась. И вот задача. Где технику купить удачно. Энергосфера вам поможет. Широкий выбор. Мотоблоки, культиваторы, бензопилы, деревообрабатывающие станки, камины для бани, сауна. Сеть магазинов «Энергосфера» приглашает за покупками. Улица Кукуевицкого, 15, дробь 1. Телефон 320-670. Кетрой. Больше покупай. Выгодная акция в салоне мужской одежды «Кетрой». Купи три вещи до 10 июня и получи скидки. На первую вещь 10%. На вторую 20%. На третью 30%. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-82-82. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И о погоде на 31 мая в студии Наталья Яркова. Каспийский циклон в предстоящие сутки будет определять неустойчивую погоду на юге и в центре Западной Сибири. На севере региона скажется влияние арктического антициклона. Здесь возможны локальные дожди и грозы. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 12. Утром погода не изменится. На столбиках термометров около 14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 20-25. «Карапуз» – самый удобный магазин для детей и родителей. Смотрите сами. Развивающие игрушки для новорожденных. Предметы гигиены, трикотаж, одежда и многое другое. К Всемирному дню защиты детей. По 1 июня скидка 15% на всю продукцию «Памперс». Сеть магазинов «Карапуз» – все лучшее детям. 31 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 мм ртутного столба. Вместительные шкафы-купе, современные гардеробные, уютные кухни, яркие детские. Сроки изготовления 3-5 дней. Внимание! С 10 по 30 мая скидка 40%. Фабрика «Комфорта» – новые идеи совершенства. Всем покупателям скидки «Фабрика «Комфорта» – новые идеи совершенства. От Свердловска до Крайнего Севера. Единственный представитель – Саламандер. Фирменные салоны «Саламандер». В торговых центрах «Кристалл», «Новый мир», «Зайди купи», «Грант» и «Гипермаркет Богатырь». Представлены известные мировые бренды обуви. «Саламандер», «Рикер», «Хегель», «Габар», «Питер Кайзер». Цены от производителей. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания.